Всем привет! Меня зовут Артем и сегодня я хочу рассказать о том, как делать красивые плавные анимации и переходы между экранами на андроиде. У вас вот так много пришло. Это интересная тема, наверное, для разработчиков. И когда я увидел, что мы будем сейчас сделать в уклоне новое приложение, когда я увидел дизайн, увидел множество анимаций, я очень обрадовался. Я пошел домой и попробовал сделать первый пример в своем домашнем проекте, где одна картинка перелетела на другой и обратно. Я себя почувствовал очень уверенно, засанял на себя задачи, которые были на мне, начал их делать. Но чем больше проект разрастался, больше асинхронного мира, и у меня появлялось некоторое недоумение, и я много намучился с транзишенами. Со временем, когда мне начиналось казаться, что я уже становлюсь опытным, мудрым, то каждый раз, как только я думал, что я победил транзишен, они снова переставали работать. И я долго и долго искал, почему оно не работает. И сегодня я расскажу об этой теме. Я заметил, что эта тема вообще на андроиде редкая, потому что если вы откроете первых 15 приложений в Google Play в топе, то не так много у них тех красивых материальных анимаций, которые вообще Google сейчас предлагает делать. То есть не все это делают. В нашем новом приложении, которое мы готовим в уклоне, там будет очень много этих переходов, шарот элементов, и поэтому я хочу поделиться тем опытом небольшим, который у меня есть. Как будет сейчас проходить наш доклад? Сначала я расскажу совсем немножко, зачем нужна нам анимация, зачем вообще разработчику отрываться от интересных каких-то задач и делать эти все анимации, которые так любят дизайнеры. Потом я пройдусь по тем классам и тем возможностям, которые нам предоставляет Android SDK и Transition API. После этого мы рассмотрим, как практически на основании этих классов сделать переходы между фрагментами activity красивые. И в конце я планировал сделать разбор кейсов и проблем, но времени у нас не так много, материала получилось много, и там скорее будет небольшое дополнение. Давайте перейдем к вступлению. И зачем вообще разработчику, который так сейчас интересно работает с RxJava, с Kotlin, с Karutin, и зачем ему вообще заморачиваться с этой анимацией. Ну ладно, дизайнеры, они это любят, а нам зачем? И я начал думать, какую причину вам объявить сегодня, зачем вообще нужны эти анимации. И первая причина, которая мне пришла в голову, это красиво. Но я понял, что у каждого своя красота, и возможно для вас это будет не аргумент. И тогда я пошел к нашим дизайнерам и сказал, вот я буду на докладе говорить за анимацией, расскажите этим ребятам, которые любят RxJava, Kotlin, UseCase, и вообще зачем им заморачиваться с этой анимацией, вытачивать это все долго, тяжело. И тогда наш дизайнер, она предоставила мне специально для этого доклада исследование, которое я очень сильно сократил, и очень кратко вам разложу основные базовые вещи, вообще зачем нам использовать анимацию. Итак, это исследование, оно очень сжатое, оно гласило так, что у всех людей есть мозг, у этого мозга есть такие два свойства. Он любит упрощать, оптимизировать, и он любит искать взаимосвязи. Получив эту информацию, дизайнеры, как и наши, так и в гугле, они решили, что зная эти факты, мы можем применять анимации, и это обосновывать теперь на этих фактах. И переходы и красивые анимации, они добавляют простоту нашему приложению, потому что пользователь приходит, он видит перед собой 100 незнакомых экранов. Каждый экран для него новый мир, что-то непонятное. И вот красивые плавные переходы, они помогают ему 100 экранов объединить в какое-то нечто логическое, одно целое. Оно добавляет ясность ему, где он находится, куда он перешел. И поэтому транзишены, о которых мы сейчас будем говорить, они дают человеку обратную связь. Что вообще случилось, куда он попал, почему открылся этот экран, и все перед ним происходит плавно, и он примерно суть вопроса не теряет, не срывает контекст, когда у него открывается новый экран. И он четко понимает, что у него сейчас происходит. И даже красивые транзишные, я вам скажу, что они добавляют некоторое развлечение, элемент такой. И после того, как вы начнете делать какие-то красивые плавные переходы между экранами, хоть это и трудно, и есть некоторые неудобства с этим, и надо разобраться с этой темой, но потом вам уже не захочется просто бам-бам, открывать экран за экран или фрагментом за фрагментом. Ну и последнее такое заключение, которое мне дали дизайнеры, наверное, больше мне это касается, что никаких не должно быть лагов, что мы не должны усложнить наш юзер-интерфейс, и оно не должно мешать работе с приложением. Давайте пойдем дальше, эта часть закончилась. И давайте начнем наши знакомства сейчас с анимацией и попробуем разобрать те классы, которые нам дает Android. И сейчас мы попробуем сделать какие-то плавные изменения в рамках только одного экрана. И для этого мы будем использовать класс сцену. Класс сцена появился, начиная с 4.4 Android. И класс сцена, он нам нужен для того, чтобы мы инкапсулировали внутри этого класса какие-то изменения внутри view. То есть это может у вас быть большая иерархия view, огромный файл, вы что-то хотите поменять, и вот вы все это делаете внутри сцены, а потом для transition API это просто вызов один метод у сцены. И огромное комплексное изменение происходит внутри вашего экрана. Давайте разберем для того, чтобы мы поняли, как это все работает. Основные понятия сцены, чтобы мы говорили с вами на одном языке, вы понимали меня. Я сразу хочу уточнить, что эти термины и понятия, они взяты не из документации, многие эти понятия там нету, и я их вел как бы специально для этого доклада. Итак, первое понятие это сцен root. Для работы со сценой нам обязательно понадобится сцен root. Это может быть любой view group. И это то, где наша сцена будет делать изменения. Если взять и рассмотреть эту ситуацию с примером каким-то, то если сравнить нашу сцену с художником, то это сцен root, это тот холст, где сцена будет делать изменения. Это обязательное поле. Потому что следующее абстрактное такое понятие content view, оно не обязательно. И это то, какие мы будем делать изменения. Если вспомнить пример, это то, что мы будем с вами рисовать на холсте. Это не обязательно поле. И даже я вам скажу больше, это абстракция, потому что content view может быть любая view, объект view. Или это может быть сложный файл с XML-разметкой большой. Или это может быть ничего, или почти ничего, потому что следующие термины и понятие работы со сценой – это enter и exit actions. По сути, это объекты runnable. И если осмотреть с практической точки зрения, это два callback для вызовов метода enter и exit. Я об этих методах сейчас чуть позже расскажу. И мы можем здесь сделать какие-то изменения внутри сцен root. Эти поля не обязательны. Более того, мы можем не указывать ни какую-нибудь view, ни XML с разметкой, а мы можем просто внутри enter и exit actions делать сложные изменения внутри нашей view. Это будет считаться нормально для того, чтобы сцена поменяла наш content view. Следующий термин такой – это применение сцены. Ну и под капотом на самом-то деле это вызов метода enter. И это то, когда наша сцена будет менять content view внутри нашей сцен root. Это когда она начнет рисовать на этом холсте. И следующий такой термин – это выход или отмена сцены. Это когда вызывается метод exit. На самом-то деле там под капотом только вызывается exit action, если мы его указали. И это тоже искусство, что иногда этот метод вызывается автоматически. Я чуть позже об этом расскажу. Эта информация вам потом может понадобиться, когда вы начнете с этими классами работать, если начнете. Давайте еще совсем немножко теории и потом порассмотрим на каком-нибудь красивом примере с красивой анимацией. Я хотел бы немножко поговорить поподробнее о методе enter, потому что это применение сцены. Потому что, как вы помните, мы можем указать и view who объект, и файл с XML разметкой, и enter exit action. И было бы неплохо понять, что там под капотом происходит. А логика такая. Если мы указали, допустим, конечно, здесь немножко неоднозначно, но если мы указали, допустим, view объект и XML разметку, то приоритет будет, конечно, XML разметки. И наша сцена применит только ее. Она удалит все с нашего сцен root, полностью все вьюхи очистит, и потом добавит нашу вьюху. Если у вас были какие-то ссылки, которые ввели на вьюхи до применения сцены, то теперь они будут везти не туда, куда вы ожидаете. Маленький нежданчик. Работает? Отлично. Но зато все проснулись. Да. Вот так вот все чистится. Битые ссылки. И после этого, если мы указали enter action, независимо от другого content view, вызывается action вот этот run. И еще здесь есть такой интересный метод. Это уже совсем скучная теория, глубокое погружение, но мне стало интересно, что это такое. И я пошел, скачал исходники андроида и посмотрел, что там происходит. И вот что там под капотом происходит. Сцена сама себя записывает в какую-то внутреннюю, недоступную для разработчика мапу. И у меня возник вопрос, зачем она сама себя во вьюху записывает. Я начал искать, где же это потом применяется, где этот тег считывается. И нашел в классе transition manager такой кусочек кода. Когда мы применяем какую-то сцену, то сначала transition manager проверяет, а у той вьюхи была какая-то перед этим сцена. И если она была, он вызывает метод exit. То есть если вы будете работать, это такой бонус подкапотный. Иногда он вам может помочь. Давайте рассмотрим на каком-то красивом примере. И в нашем простом-простом примере, это красивые плавные изменения внутри одного экрана, напомню. Давайте сделаем вот такую вот анимацию при помощи сцены и при помощи транзишнов. Давайте пробежимся опять немножко по теории. Нам надо сцен root. В нашем случае это будет card view. И нам нужен content view. Это будет файл с XML разметкой. Схематически он будет выглядеть вот так вот. Image view и text view. И на экране это будет выглядеть как-то вот так. Давайте применим нашу сцену. Для этого мы воспользуемся статическим методом, куда мы передали card view. Это наш сцен root. Content view передали. И применяем. Вызываем метод enter. И смотрим, что получилось. И где анимация? У нас вообще сегодня плавные переходы, анимации нет. И поэтому на сцене к сцене выходит главный герой. Это transition API. Это главная тема сегодняшнего доклада. И то, с чем мы будем работать для того, чтобы делать красивые плавные переходы. Как это работает? У нас есть сцена. У нее есть как бы view до применения и view после применения. Сцена А и сцена Б. Сцена, она знает, как сделать изменения. А для того, чтобы анимировать это, нам понадобится transition. Давайте закрепим. Сцена, она меняет что-то во view. Transition, он знает, как эти изменения анимировать. И давайте воспользуемся transition менеджером и поменяем сцену enter на вызов go. Теперь transition менеджер нашу сцену при ее применении будет пытаться анимировать. И посмотрим, что у нас получится. Уже есть какая-то анимация, но все равно это не та, которую мы хотели. И вот почему. У transition менеджера есть анимация по умолчанию. Это очень удобно. Оно работает с коробки, иногда даже очень красиво. Но зачастую нам приходится делать что-то более сложное, что дают дизайнеры делать. И поэтому очень хорошо, что есть возможность какой-то собственный transition создать. Давайте, собственно, этим займемся. И создадим два transition, нам понадобится. Потому что картинка у нас будет плавно показываться. и текст будет приезжать снизу. Мы все это объединяем в один transition set, указываем длительность и запускаем. Тот же самый вызов go, но теперь мы передаем собственный transition. И посмотрим, что получилось. Здорово. Наша анимация заработала так, как мы хотели. Это отлично. Но теперь давайте пойдем к такой теме, которую мы сейчас так скользь затронули. Но это главная тема сегодняшняя. Это транзишины. Так что такое transition? Как я уже говорил, transition, он знает, как анимировать какие-то изменения. Давайте рассмотрим, как это происходит вообще на сцене. Точнее, как это происходит в жизни. У нас есть view до, есть view после. Наш transition, он анализирует изменения. И на основании этого он делает красивый анимированный переход. Схематически это выглядит как-то так, вот его принцип работы. Сначала он проходится по view до применения, до изменений каких-то и сохраняет параметры у view. После этого точно так он проходится по view после изменений каких-то. И интересный момент, что каждый transition, он направлен на какое-то свойство view. Например, есть transition fade, который он отвечает за видимость view на экране и за ее полупрозрачность. Вот его интересует только видимость view до и видимость после ее альфа. Больше никакие параметры он не сохраняет, поэтому никакой сложности здесь нет. После этого на основании вот этих изменений он создает анимацию изменения. У каждого transition есть две главные задачи. Это сохранение вот этих параметров, он их у себя держит, и после этого создание анимации на основании этих параметров. Давайте немножко рассмотрим теории, потому что когда мне пришли эти задачи делать, я не так углублялся сильно в теорию как надо было, потом оно все работало не так, как мне хотелось, и было много войны с этими transition, когда немножечко разобрался больше в теории, стало чуть полегче. Поэтому хотел бы немножко сейчас теории скучной, но нужной. Итак, у каждого transition есть такие два базовых метода. Capture start values и end values. Именно здесь наш transition сохраняет параметры. Давайте рассмотрим этот класс поподробнее, потому что если когда-нибудь вам придется писать собственный transition, потому что сейчас у некоторых дизайнеры могут подумать, что раз наши разработчики уже примерно поняли, как делать эти переходы, давайте сейчас нарисуем эти переходы. И если что, вы не попали в беду, немножко разберем то, что вам потом может вас помочь и даже спасти, наверное, от дизайнеров. Так, есть такой класс transition values. В нем находится вьюха. Та вьюха, у которой мы считываем параметры внутри нашего транзишна. И мапа с ключ-значения, там, где мы храним вот эти самые значения вьюхе. Давайте рассмотрим на простом абстрактном примере. Итак, у нас есть кнопка до применения каких-то изменений. У нее альфа стопроцентная, а после этого она становится вообще невидимой. Итак, в нашем транзишнном внутри вызывается этот метод startCaptureValues. И мы сюда записываем альфу по ключу. И точно так мы записываем нашу альфу, которая уже будет ноль. То же самое в values. Кстати, вот здесь находится наша вьюха. Она и там, и там одинаковая. Только там до изменений, там после изменений. На основании этого транзишн создает анимацию. В базовом классе абстрактный транзишн есть метод, который возвращает null. Если вы хотите сделать свой какой-то транзишн, вы наследуетесь и уже возвращаете конкретно объект-аниматор, который знает, как это анимировать. Следующая такая интересная тема, которая есть и которую используют активно каждый транзишн. Это, наверное, одно из его больших преимуществ транзишнов. Это таргеты. Как это работает? Помните наш пример, где наша картинка и текст появлялись с анимацией? Так вот там плавно приезжала только картинка, только появлялась плавно. А текст приезжал и только текст приезжал. Картинка не приезжала. Это все потому, что есть таргеты. И таргет — это цель для транзишна. То есть по умолчанию транзишн, любую вьюху, которую видит перед собой, это его цель. Он будет ее пытаться анимировать. Но для того, чтобы мы могли более точно работать, и транзишн работал так, как мы от него ожидаем этого, мы можем указывать конкретные таргеты. В том примере мы указали одному транзишну, твой таргет — это картинка, а другому транзишну мы указали, твоя цель — это текст. И теперь он анимирует только эти вьюхи и никакие другие. Это очень удобно. Вообще для таргетов очень интересно, что есть много возможностей выбирать таргет. Это может быть по транзишн-нейму он будет искать вьюхи, или по идишникам, или по объекту вью мы можем передать туда, или даже по классу. Чуть позже я расскажу, где это может быть очень удобно. И еще такой интересный момент, чистая скучная теория — это то, что мы можем задавать, в каком порядке ему искать совпадения. Это уже как работает транзишн. У него есть вью до и вью после. Он берет список своих таргетов, сначала ищет их на одной сцене, а до изменений, потом ищет на другой сцене после изменения вьюхи. Если он нашел совпадение, он пытается это анимировать. Так вот мы можем, например, договориться, что мы будем искать вот эти совпадения только по транзишн-нейму, например. И если мы передадим вот в этот метод для транзишна только матч-нейм, то тогда он не будет искать ни по вьюхам, ни по идишникам. Мы сэкономим время. Если у нас большой комплексный лей-аут, мы можем немножко время сэкономить. Как добавить таргет? Для каждого транзишна мы можем добавить как в коде, так и в XML. Потому что транзишны для активити мы можем указывать в теме, и там XML. И это очень хорошо, что здесь такая возможность указать таргеты в XML. Как удалить таргет? Когда я столкнулся с тем, что мне надо было удалить таргет, я нашел вот такой код, я им воспользовался, и мне стало интересно, что это за флаг такой exclude. И вот пошел я в исходники, и оказывается, если exclude true, то он добавляет этот транзишн, а если false, то он его удаляет. Я хочу сказать, что это не очевидно, потому что exclude обозначает исключить, и если это истина, то почему-то он его не исключает, а добавляет. Чуть позже я обнаружил более очевидный метод. Это remove. Он просто удаляет без всяких условий. Давайте немножко коротенько резюме таргетов. Мы при помощи целей вот этих можем делать точную настройку анимации и даже немножко сэкономить время на поиск совпадений между view до, view после. Еще удобно, что для транзишна можно указывать базовые какие-то параметры анимации. Это стартовая задержка перед проигрышем анимации, это продолжительность анимации и интерполятор. Давайте очень кратко рассмотрим, как это указывать и пойдем дальше. Для задержки мы указываем старт-делей, как в XML, так и в коде. Аналогично мы можем указывать продолжительность анимации, как в коде, так и в XML. И точно так интерполятор. Все просто и удобно. И есть еще одна такая приятность. Я ее очень часто пользуюсь. Думаю, если вы начнете работать с транзишнами, вам тоже она очень поможет. За то, что мы можем следить за ходом анимации. Есть очень удобный класс TransitionListener, у которого есть пачка методов, и он нам очень точно сообщает, что сейчас происходит. Это очень удобно. Давайте рассмотрим базовый набор транзишнов, что нам дает вообще сейчас с коробки, скажем так, Google, для того, чтобы мы уже делали красивые анимации. Транзишнов достаточно немало. Если честно, здесь два не транзишна, а способ кастомизировать поведение стандартного транзишна. Давайте очень кратко пробежимся по всем, посмотрим с анимациями какими-то, итак, Fade. Fade он плавно скрывает или показывает view. Примерно у всех будет одинаковый view до, view после, и мы сможем наглядно увидеть, как разные транзишны по-разному анимируют изменения одно и то же. Slide он плавно перемещает view за пределы экранов или перемещает view за пределы экрана на экран. И мы можем указывать направление движения при помощи класса Gravity. End, Start, Bottom. Очень удобно. И еще есть такой интересный транзишн, как Explode. Он двигает все свои view-хи, таргеты в стороны от центра, ну или мы можем указать какой-то эпицентр для него. Тут немножечко есть некоторые неожиданные моменты подводные, и я хочу рассмотреть на простом примере. Так, у нас есть вот такой вот layout. Значит, здесь у нас просто Constraint layout, и внутри него каждый синий квадратик – это отдельный frame layout, просто с синим бэкграундом. Все они абсолютно одинаковые, и мы хотим указать эпицентром верхний левый квадрат, вот этот вот. Так, давайте для этого мы должны создать эпицентр callback, который вернет в этом методе rect с координатами эпицентра. Ну, его мы получим у этой view-хи. После этого мы создаем наш explode, создаем его эпицентр callback, и запускаем, и смотрим, что получилось. И когда я увидел, что у меня вот так все view-хи улетают, улетали они в правильном направлении, но я хотел, чтобы они все разлетались, а они почему-то полетели все вместе одной пачкой. Вот почему. Потому что target, он перед собой увидел огромный Constraint layout, и он уже не пошел внутри искать у него все его child-ы, а он просто подумал, одна view-ха, вот это мой target, и я ее анимирую. И он целиком Constraint layout анимировал. Поскольку нам нужно отдельно анимировать каждый frame layout, давайте добавим explode в таргеты и передадим туда ID-шники, посмотрим, что получилось. Отлично, уже работает как надо. Но есть один момент, который здесь не очень красивый. Это то, что здесь можно кое-что улучшить. И если мы вспомним, что мы можем таргеты указывать по целым четырем критериям, давайте вместо ID-шников будем использовать класс и всего в одну строчку, теперь explode. Каждый frame layout, который он найдет в огромной иерархии, он будет считать лично своим таргетом. Это очень удобно. Следующая transition называется change bounce, и он анимирует как местоположение view, изменения на экране, так и ее размеры. И возможность для change bounce мы можем указывать движение по определенному пути. Для этого у нас есть два класса. Один arc motion, он будет двигать нашу вьюху по окружности. И мы можем сами задавать угол, с какой округлостью двигать эту вьюху. Есть еще такой класс более экзотичный. Не показывайте, пожалуйста, дизайнерам. Это pattern pass motion. Потому что он будет двигать ее поломанной. И работает он в связке с change bounce. Как это сделать, немножко рассмотрим поподробнее. Если все-таки дизайнеры увидят и вас попросят что-то подобное сделать, то вам надо будет создать путь. И после этого создать pattern pass motion и указать. Вот так вот примерно change bounce смотрится. Все эти три транзишена смотрятся в сравнении. Давайте пойдем дальше. И следующий транзишен – change clip bounce. Он анимирует изменения clip bounce вьюху. То есть если на одной вьюхе одни параметры clip bounce, на другой после изменений другие, мы можем такую вот красивую анимацию сделать. Кому-то может понадобиться. Для того, чтобы мы правильно работали с картинкой, иногда change bounce ее не очень правильно анимирует. И мы можем устанавливать для image view разной scale type. И чтобы она все красиво, плавно перемещала, без рывков. Для image view специально есть change image transform. Здесь он работает в связке с change bounce. То есть change bounce он двигает вьюху по экрану, а change image transform в это время меняет ее размеры. Есть еще такой change transform. Здесь он тоже работает в связке с change bounce. И он отвечает за поворот вьюхе. Он может анимировать поворот вьюхе. Есть еще такой change scroll. Он просто анимирует изменения скролла на сцене до и после. И еще есть auto transition. Это если совсем надо быстро что-то анимировать. Но он иногда работает так, как вы хотите, красиво, иногда не очень красиво работает. Там под капотом просто fade и change bounce. И он анимирует появление, исчезновение. И даже иногда может двигать вьюху по экрану. Но для того, чтобы он это делал, надо точно настраивать его. И еще такой есть класс transition set. При помощи этого класса вы можете несколько транзишенов сгруппировать в один. И в итоге этот один transition будет как один, но при этом будет сразу несколько разных анимаций проигрывать. Сам по себе анимацию он не создает. Мы можем это указывать как в XML, так и в коде. И еще интересно, что мы можем указывать порядок проигрывания нашей анимации. То есть мы можем проиграть все транзишены сразу или по очереди. И кому-то это может понадобиться. Но это удобно, что есть. Следующий такой класс есть transition manager. Как он работает? Он берет нашу сцену с одной стороны, transition с другой стороны. И при применении сцен он берет transition и проигрывает. Я очень коротко пройдусь по этому классу. У него есть методы set transition. Мы сохраняем пару сцен transition. При применении сцены transition manager идет к себе, находит тот transition, который мы перед этим указали, и проигрывает его. Или берет по умолчанию. Transition to. Вот это, собственно, проигрывается этот переход. n-transition он останавливает для конкретной вьюхи все анимации. Ну и статический метод goes, с которым мы с вами уже познакомились. И есть еще один такой интересный метод. Для него, что интересно, сцену не нужно использовать. И сейчас я вам расскажу пример один. Расскажу, как я сделал неправильно, а когда узнал об этой возможности, как я сделал более правильно, более быстрый путь. При помощи одного вот этого метода begin-delay-transition и транзишенов. У меня была такая задача. Я надо было взять карточку, которая аморфится, и которая меняет вот так вот свои размеры. Но я пошел длинным путем. Я взял value аниматор и менял layout парамы, высоту. Но после этого я пришел домой и сделал при помощи transition менеджера. И до сих пор вот жду момента, когда это получится перетащить на проект. Потому что так будет более правильная анимация. И меньше кода понадобится. Значит, как я это делаю? Я это делаю. Создаю автотранзишен. И когда я меняю высоту для своей вьюхи, для контента, для вот этой карточки, я перед этим вызываю begin-delay-transition. И наш транзишен менеджер внутри начинает у вьюхи слушать, устанавливает listener и слушает, когда она себя перерисует. И когда она начинает, когда она себя переизмеряет, он берет наш транзишен, берет нашу вью до-после и запускает наш транзишен для этой вьюхи, которую мы передали. И таким образом мы можем… Пропустил. Таким образом мы можем проиграть какую-то анимацию для наших изменений практически автоматически. И это очень удобно работает, если мы меняем высоту. И кому-то это может понадобиться вот так вот сделать быстро анимацию. Давайте пойдем дальше. Мы закончили теорию и перейдем вообще к теме сегодняшнего доклада. Это красивые плавные переходы между экранами. Экранов у нас от Android 2. По сути это фрагменты activity, если говорить грубо. И вот так вот примерно выглядит красивый переход между одним экраном в другой. Для меня долгое время была загадка, как же это работает, как это сделать. И оказывается это не так и сложно сделать, хотя придется повозиться. Вообще есть два вида анимации для анимирования переходов между экранами. Первый вид анимации это content transition. Это то, как вьюхи экрана A, то есть того экрана, который стартует другой экран. Как они уйдут с экрана и как вьюхи экрана B придут на этот экран, появятся на этом экране. И есть еще один вид анимации, это шарит элементы. Это когда вьюха визуально для пользователя с одного экрана плавно перетекает на другой экран. И потом так же само возвращается обратно на свое место. Вообще это разные анимации. Примерно вот так вот выглядит разница. Там перелетает картинка, а там экраны меняются с анимацией. Просто простой слайд. Давайте разберем сначала чуть попроще тему, а потом чуть посложнее. Content transition. Как менять вот это содержимое, как вьюхи приходят и уходят с нашего экрана. Так тут есть такие базовые понятия, как два экрана есть. Это может быть или activity A, activity B, или, соответственно, фрагмент A, фрагмент B. И четыре анимации. Первое время я их путал, и из-за этого были какие-то неявности. Я хочу рассказать, как это происходит. Предположим, у нас есть activity A, которая запускает просто activity B. Итак, когда появляется у нас activity B, то activity A наша становится невидимой. Она уходит как бы с экрана, и у нее вызывается exit transition. В это время появляется activity B, и у нее вызывается enter transition. После того, как пользователь нажимает кнопку back, то activity A, которая снова приходит на экран, у нее вызывается re-enter transition. И activity B, которая вообще покидает экран, у нее вызывается return transition. Первое время я немножко путал, и из-за этого были какие-то неудобства. Поэтому я тут подготовил специально такую простую схему. Если вы когда-то будете сидеть, она вам может сэкономить немножко времени. Есть плюсы вообще у content transition. Это то, что мы можем использовать все эти transition, которые я перед этим перечислил и показал, как они работают, и они будут делать для нас анимацию. И очень удобно, что мы можем указать таргеты. Потому что раньше мы могли делать какую-то анимацию переходов, но мы анимировали весь экран полностью, то теперь мы можем каждую вьюху отдельно показать на экране или убрать с экрана с разной анимацией, каждую вьюху. Это очень удобно. Давайте рассмотрим, как сделать такую анимацию с activity. Вообще с activity всегда есть два пути. Это первый, это в коде мы можем сделать. Второй, это мы можем объявить это все в XML в теме. Давайте создадим простую тему, сделаем очень простой переход. Так вот наша тема. Мы здесь включаем флаг. И как transition мы укажем просто slide. Просто slide без всяких настроек, без ничего. Просто slide. И запустим, посмотрим, что получилось. И вы знаете, да, конечно, анимация какая-то переходов появилась, но работает она как-то не так, как мы хотели бы. Мы думали, что будет красиво, а получилось некрасиво. Такое бывает очень часто. Поэтому нам приходится руками как-то это все настраивать. Хорошо, что есть такие возможности. Вот если мы вместо слайда пропишем auto-transition, то уже будет эффект немножко поприятнее. Ну и можно то же самое взять в коде, абсолютно не затрагивая тему. Значит, перед вызовом метода setContentView, мы вызываем для нашего Windows, мы запрашиваем такую фичу, как content-transition. И после этого мы можем все четыре транзишна enter, re-enter, exit указать здесь, настроить их, просто создать эти объекты транзишенов. Итак, в activity A мы создали explode, в activity B по аналогичному пути мы созидим fade, плавное появление. Ну и еще один момент. Теперь startActivity будет выглядеть не так, а совсем чуть-чуть сложнее. Давайте это запустим и посмотрим, что у нас получилось. Грубо говоря, несколько строчек кода и уже совсем другой переход между экранами. Давайте посмотрим, как анимировать. То же самое здесь на фрагментах. Вы знаете, мне фрагменты больше нравятся, потому что у них только код, немножко больше гибкости. И вот таким образом мы можем указать наши транзишны для контента для одного фрагмента, для второго. Интересно, что перед каждой транзакцией мы можем эти транзишны менять и фрагменты будут меняться с разной анимацией. Это очень удобно. И посмотрим, мы сделали то же самое, что и для activity, только теперь для фрагментов. И у нас вызывается та же анимация. С фрагментами намного удобнее работать вообще с анимациями. Ну и второй вид анимации, плавных переходов между экранами, это шарлет-элементы. Для меня всегда была загадка, как на красивых анимациях, которые там появились с выхода материал дизайна, когда красиво картинка с одного экрана перелетает на другой, потом возвращается обратно. Вы знаете, здесь примерно все то же самое. Все те же концепции. У нас есть два экрана, у нас есть четыре анимацию activity, всего лишь две у фрагментов, опять с фрагментами проще. И таргеты у нас теперь только по одному критерию мы можем указывать. Так, четыре анимацию activity. Когда мы переходим от activity A к activity B, тут примерно все то же самое, только теперь называется это шарлет-элемент exit transition, аналогично шарлет-элемент enter transition. Ну и в принципе аналогия с контент-транзишенами есть. Для того, чтобы вы сделали красивый переход, где, например, допустим, картинка перелетит на вторую activity и вернется обратно, вам достаточно только в activity B указать шарлет-элемент enter transition, и все будет работать отлично. Ну и у фрагментов есть две анимации. Это при открытии фрагмента вызывается enter transition, и при закрытии, когда мы попаем фрагмент из стека, а у него вызывается return transition. Есть такой момент интересный, что когда вы используете шарлет-элементы и у вас большой backstack с фрагментами, то если вы хотите очистить стек и сразу брать 3-4 фрагмента с него, то иногда будет падение здесь, если вы указали return transition. Поэтому с этим есть некоторые неудобства. Даже нам пришлось часть экрана вынести в отдельную activity. И для того, чтобы сделать красивый переход, на самый минимум мы можем у фрагмента B указать шарлет-элемент enter transition, и уже ваш переход будет работать. И еще, таргеты мы теперь можем задавать только по transition name, и это обязательно надо, чтобы и на activity A, и activity B у Vue было установлено transition name, иначе совпадение transition не найдет, и анимировать он это не сможет, переход. Давайте посмотрим, как сделать шарлет-элементы конкретно на практике activity. У нас тут тоже два пути. Мы можем либо через тему сделать это. Здесь самая минимальная тема. Потому что если пойти посмотреть в примерах, там очень много всего лишнего. Нам достаточно только activity B вот такую тему указать, где мы transition, window activity transition true флаг вызываем и передаем туда transition, который нам дает Android. это пачка транзишенов, move, который знает, как разные вьюхи по-разному перемещать. Это очень удобный набор. Ну и то же самое мы можем взять в коде без темы. Аналогично практически с content transition. Только здесь немножко другие мы вызываем, устанавливаем шарлет-элемент enter transition, change bounce, и другой флаг, другую фичу запрашиваем, и все, и все будет работать. Еще здесь один интересный момент, что теперь немножечко сложнее запускать activity. Тут надо будет нашу вьюху передать, transition name ее передать и запустить с этими options. И в activity B тоже нужно небольшую подготовку взять. Обязательно, чтобы вьюхе было установлено наше transition name. Потому что если transition name установлено не будет, transition не найдет совпадения, не сможет взять анимацию. В принципе, не так и сложно, как кажется. И очень удобно мы можем точно такие анимации для фрагментов указывать, шарлет-элементы. Сейчас это стало даже намного удобнее, потому что поначалу там было сложнее, там нельзя было делать отложенную, отлаживать вот эти вот транзишны. Сейчас уже можно с фрагментами, это проще намного. Значит, при транзакции мы просто указываем set-шарлет-элемент, передаем туда вьюху и наш transition name. И если вы хотите, чтобы возвращение было тоже отрабатывало нормально и вьюха возвращалась обратно на первый экран, обязательно нужно с бэкстэком это делать. И в фрагменте B нам надо указать обязательно тот транзишн, который будет, собственно, делать этот переход анимированный. И все. И после этого все будет работать. Идемте к концу. Как-то я быстро так проговорил. Дома было медленнее. Небольшое дополнение. Поскольку мир асинхронный, первое время я столкнулся с тем, что… Неправильно анимация немножко работает. С тем, что иногда вьюхе… Вообще мир, да, работы с андроидом, он асинхронный. Мы запускаем какой-то фрагмент, проходит некоторое время, прежде чем он реально отрисуется на экране. И когда наш transition готов анимирование, анимацию делать красивого перехода, он приходит к экрану B, ищет свою вьюху, найти ее не может, и наша transition не работает. Поэтому мы можем при помощи двух таких методов сначала отложить transition, и когда наша вьюха уже готовая к отрисовке, мы можем запустить, и тогда все будет нормально работать. Но еще есть один момент. Это такая сборка. Когда у меня переставали летать туда-сюда вьюхе шарит элементы, я собрал все ошибки, которые я встречал, хочу поделиться, может быть, вам сэкономит время это. Так, если transition name вы не указали где-то, то шарит элемент работать не будет. Еще такое для меня интересное открытие было, я не ожидал, что бывает такое, что уже отработал onview created, даже метод onstart отработал у фрагмента, но вьюха еще не помежоренная, и она еще не знает свои размеры на экране и местоположение. Соответственно, transition приходит, берет вьюху нашу, она уже есть, она не null, но ее размеров еще нет, и он не может делать красивый переход, потому что он не знает, куда ему перемещать элемент с экрана A. И поэтому шарит элементы не работают в таких ситуациях. Мы можем воспользоваться start, post-pone, enter, transition, и потом ее запустить, когда вьюха готовая и уже знает свои размеры и местоположение. Еще обязательно нужно указывать, как минимум, шарит элемент с enter transition. Если мы тут transition не укажем, то все-таки для переходов используются transition, и если мы его не указали, он null, то, конечно, не будет работать. И еще есть такой момент интересный. Бывает такое, открываешь один экран, шарит элементы отработали нормально, ты начинаешь что-то там вводить, там, например, поиск у тебя, клавиатура открытая, нажимаешь закрыть экран в тулбаре, и если клавиатура закрывается, она со своей какой-то анимацией, задержкой закрывается, а потом наш экран хочет красиво уехать обратно, откуда он приехал, то в это время transition отменяется и не работает. То есть перед тем, как нам надо запустить анимацию, нам надо закрыть клавиатуру сначала, а после этого уже делать анимацию. Ну еще, если у нас здесь будет стоять null в return transition, то когда мы будем возвращаться обратно, вьюха не будет улетать обратно на первый экран. В принципе, у меня все. И если есть вопросы, задавайте. Спасибо за доклад. Два вопроса. Первый по поводу навигатора, который презентовали на Google. Есть какая-то вообще? Как это будет работать там? Значит, когда уже достаточно много с этими транзишнами повоевал, то теперь мне уже становится интересно, как будет работать транзишнные переходы в таком случае, в таком. И когда я увидел вот этот навигатор, это тоже вопрос у меня возник, и ответа у меня на него нет. Я сам хочу знать, работать оно будет или нет. Ну и второй вопрос тогда. В общем, recycle review у меня был, и у меня в словно говоря, в view holder был begin transaction, transaction manager, begin delay transaction. Вот, и когда вызывалась эта анимация, и если в этот момент скроллится, view holder оставался не скроллющийся. Как это решается? И вообще решается ли вообще это как? Я думаю, что с recycle view и с анимациями тут надо отдельно уже работать с сайтом аниматорами. Да, да, да. И с транзишнами там… Там не получится с транзишнами. Да, там будут проблемы. Артем, спасибо за доклад. У меня тоже несколько вопросов. С поворотом экрана есть какие-то приколы, особенности или проблемы? Значит, при повороте экрана могут быть ошибки, если у нас recycle view, мы скроллили список, и когда мы переворачиваем экран, то наш recycle view получается будут опять элементы идти с самого начала, и если мы начинаем как transition name для каждого айтема задаем, ну, например, transition name и индекс элемента 0, 1, 2, 3, то при возврате назад, например, мы открыли 15, transition name с 15, да, в конце. Ну, это очень такой грубый пример. И когда transition начинает пытаться анимировать переход обратно, он приходит на тот экран, который сейчас пересоздался у нас, activity A, и не находит по transition name, и поэтому он не может отработать и будет просто переход без анимации. Поэтому тут надо будет либо скроллить recycle view и обязательно, чтобы стояли transition name, но вообще проблем не должно быть. Окей, понятно. И такой вопрос. А dynamic animations работали, которые с физикой связаны? С transition name нет. Спасибо. У меня два вопроса тоже. сработал триггер, типа запустить следующую анимацию, або, возможно, мы просто там, например, за хардкодом какие-то empty transition, до которого мы привяжемся, чтобы запустить следующий. Ну, я думаю, если взять, например, transition set, множество транзишонов, и в него уже сетить транзишоны и каждому отдельно задавать стартовую задержку, например, одного 0 стартовая задержка, у другого там 50 миллисекунд, грубо говоря. А мы должны, грубо говоря, знать длину финальной анимации, до которой мы привязываемся. Если вы хотите конкретно отслеживать статус 50-30%, то тогда нам надо будет делать свой кастомный транзишн, у него делать кастомный свой аниматор, у этого аниматора делать возможность подключать listener, какой-то прогресс-лисснер, только таким путем. Я понял. И другой вопрос. Это, например, когда вы сказали, типа, что мы запускаем транзишн, да, с одного activity в друге, но в другом activity в нас еще может быть несоздан на view, типа, measure его непрощитанный. В каких получается случаях, ну, типа, это происходит, да, то есть может вы сейчас використовывать, грубо говоря, типа, оцей delayed transition, да, чи все же там есть, когда мы можем обычно использовать, когда delayed. Ну, так, чтобы делить, вот сейчас мы останавливаем транзишн, потом его запускаем или не останавливаем, не делаем эту задержку. Я так не разделяю такие случаи, но когда это происходит, ну, например, у нас есть там presenter или viewmodel, и он берет в репозитории какие-то данные, после этого он эти данные как-то может быть обрабатывает, даже если они локально лежат, и говорит, вьюхи покажи их списки, к примеру, то все равно перед тем, как он пойдет за теми элементами, пока он их вернет, в это время уже вьюха может быть отрисованной, транзишн уже отработает сбор данных, как вьюха на экране расположена. Короче, плюс-минус потасовывать кодом, типа, ну, ну, на глаз, да, уже работает, работает, не работает, надо ремонтировать. Добро, спасибо. Скажите, будь ласка, переходим между экранами, то зрозумело, что мы використовываем теки транзишн, а якщо мы никуда не переходим, а, наприклад, там робимо теки альфу, анимируем, шо нам краще використовувати, там транзишн, или якийсь object аниматор, value аниматор, какие преимущества у своей всей штуки? Ну, удобно то, что транзишн, это такое абстрактное скрытие сложностей создания анимации, и он просто говорит, я вот могу тебе анимировать, хочешь плавно скрою, хочешь плавно покажу, как я это буду делать, тебе это не касается. И он может много-много разных view анимировать, и это от тебя скрыто, ты просто пользуешься транзишн менеджером, он сам запускает несколько методов, например, у сцены, у транзишна, и вот эта вся сложность создания аниматоров, настройка ихняя, она вся прячется в транзишн. если я не помыляюсь, в jac-аниматоре можно навык через static метод вызвать альфу до 1F, просто сделать, и это будет там в три строчки. Дурейшн, альфа и… Когда я готовился к этому докладу, я нашел, что Джек Вортон говорит, что транзишны, они unusable. Я просто это не говорил, иначе рассказываю, а не unusable. Я понял. так. Спасибо за доклад. Вопрос. Какую версию API транзишна вы используете, саппортовскую или из SDK? Использую саппортовскую. Почему? Ну, я имею в виду, может, есть какие-то крайние случаи именно с SDK, или там быстрее обновления приходят просто из саппортов? Ну, например, как ситуация с фрагментами. До какого-то момента были фрагменты, обыкновенные фрагменты в саппорте, и в раз, и обычные, не саппортовские фрагменты деприкейтед. Ну, и, по-моему, с фрагментами из саппорта можно использовать, по-моему, не уверен, только саппорт транзишный. Поэтому, чтобы это все подружить, как-то так. В принципе, у меня… Да, сейчас будет вопрос один. Но я там говорил, что будут бонусы в описании к докладу. И какой будет бонус, есть проект на GitHub. На самом первом слайде была ссылка. И если у вас будут какие-то вопросы возникать или какие-то кейсы интересные, вы можете мне писать, и я буду по возможности кейсы эти решать и добавлять в примеры. То есть, если у вас будут… Да, сейчас посмотрим. Пока мисс нету. Когда я начал готовиться к презентации, я там в один чат написал в Телеграме и сказал, что если у вас будут какие-то кейсы интересные, вы мне говорите, может быть, потом что-то интересное будет к докладу. И один человек мне написал, вот если я хочу трехмерный переворот, вьюха крутится вот так, потом вот так, потом вот так переливается. Так что фантазий у людей много. Если кейсы у вас будут интересные, говорите. не знаю, это был разработчик, но говорит, что я его дизайнер так сказал делать. Такой вопрос, случай, мы используем Surface View, в котором видеопоток воспроизводится. Можно ли туда применять transition? То есть, например, resize к видеопотоку? Вероятно нет, потому что у transition есть ограничения, с некоторыми вьюхами не работают, и по-моему, Surface View это одна из тех двух вьюх, с которыми они не работают. А первая какая? Не помню. Не помню. Ну, короче, есть ограничения? Да, да, ограничения есть. Если вопросов нету, давайте поблагодарим спикера.